Здравствуйте, коллеги! World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Александр Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Наш центр занимается уже 4 года исследованием, аналитикой, консалтингом в сфере вина, винной категории, в шире алкогольной категории в розничной торговле. Расскажите, пожалуйста, как эта категория развивается у нас в стране и как она отреагировала на пандемические реалии? Ну, как и во всем мире, на пандемию категория вина и шире алкоголя отреагировала ростом. Люди больше потребляли напитков, ну и в частности росло в первую очередь вино, потому что водка, скорее, воспринималась как некие там альтернативы санитайзерам, там дефицитным, да, там, как дезинфицирующее средство. А все-таки люди пили довольно много вина именно как потребительский продукт. Изучали его, так сказать, углублялись, скажем, именно в продажи в рознице, потому что рестораны были закрыты. Родочная торговля именно по продажам вина в прошлом году достаточно серьезно приросла. Если говорить в целом о тренде развития вина, то ритейл сейчас является основным драйвером этого рынка. И я бы хотел, конечно, отметить те программы, которые реализуют в развитии винной категории X5 Retail Group в всех трех форматах. В первую очередь, наверное, стоит отметить перекресток и пятерочку. Это сеть Globus, конечно, в гипермаркетах очень сильно. Среди дискаунтеров как раз сегодня упоминалось. Здесь сеть как один из лидеров эффективности. Это дискаунтеры, да, группа компаний ОК, которые очень успешно работают именно в том числе с вином. И, как мы с коллегами из сети обсуждали, в этом они видят один из залогов своей эффективности в успешной работе. В регионах есть несколько компаний розничной торговли, успешно также работающих с этим направлением. Это и дальневосточный крупнейший игрок Самбери, и, в принципе, спары в разных регионах развивают эту категорию достаточно успешно. То есть, в целом, вино – это, скажем, ключ к потребительской лояльности. Мы достаточно об этом часто говорим. Это способ привлечь некий новый уровень покупателей. И если говорить о тренде в моменте, то сейчас, скажем, ритейл от экстенсивного роста в винной категории должен будет переходить уже к интенсивному развитию, к углублению практик. Потому что, если раньше у нас на рынке был достаточно большой запас маржинальности, который ритейл забирает себе, переходя к прямым контрактам с производителями, прямым закупкам по импорту, сейчас уже вот здесь, скажем, поиски эффективности, они рано или поздно, как понятно, они закончатся, цепочки поставок будут выстроены. Нужно уже будет работать над тем, чтобы продавать потребителю более интересный, более дорогой ассортимент, формировать маржинальность. Расскажите, пожалуйста, как рынок чувствует себя по именно регионам? Хочется узнать, вот испанское, чилийское, французское, российское вино, вот как они себя чувствуют, растут ли примерно одинаково или все же есть какой-то перекос в какую-то страну? Региональная специфика на винном рынке выражена. Можно сказать, что его значительную долю составляют два региональных рынка, рынки двух регионов. Это регионы двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Также достаточно хороший рынок, скажем, для развития, это Южный федеральный округ. И вот там как раз есть тенденция на потребление вина российского производства, более дорогого, более качественного. Там более широкий ассортимент в розничной торговле. Там же, кстати, находятся очень профессиональные сети, там Табрис, например, Краснодарская сеть, которая очень хорошо работает с российскими производителями. Сеть специализированных магазинов Волкотека, которая тоже сейчас в московский регион выходит своим портфелем. За Уралом, скажем, потребление вина может быть не так выражено, да, там в Сибири. Ну вот регион самого, так скажем, Урала, там Екатеринбург, отчасти там Новосибирск, крупный винный рынок, Нижний Новгород можно выделить. То есть города-миллионники скорее являются драйверами. Дальний Восток сейчас активно развивается именно в потреблении и российского вина, и зарубежного. Скажем, если говорить по балансу, сейчас российский и импортный ассортимент это примерно 50 на 50 в бутылках, да, там, если в деньгах, то там перекос будет в сторону импорта. Но в целом тренд на развитие российского вина, он, безусловно, существует все последние годы, потому что в том числе с 2018 года Минпромторгом реализуется программа «Дни российских вин» в розничной торговле, это большая федеральная акция. Существует проект «Роскачество винный гид России», который продвигает, скажем так, российское вино. И в целом доверие потребителей к российскому вину, оно усиливается, но в то же время усиливается, конечно, интерес к качественным зарубежным винам. Потребитель стал в целом более профессионально разбираться в вине. У него появилось время для того, чтобы попробовать весь ассортимент и выбрать для себя любимое. Есть такой момент, что у нас, ну, скажем, для винного рынка таким настоящим «Эльдорадо» станет, наверное, «Ехом». Потому что нам проще выбирать, посвящать долго, много времени анализу какой-то информации, когда мы сидим за компьютером в спокойной обстановке, можем что-то прочитать по производителю. Про вино, про его рейтинги, про его дегустационное описание. У полки это, как бы, ну, не всегда удобно, не везде есть ковист. Вино, скажем так, как любой алкоголь запрещено в дистанционной продаже. Но есть производители и, скажем, розничные сети, которые достаточно успешно работают в рамках законодательства, в то же время используя инструменты «Экома». Это Винлаб, в первую очередь, сеть, которая входит в «Белуга Групп». Они используют так называемую систему «Клик-энд-Коллект», когда потребитель на сайте может набрать себе необходимый набор вина, спокойно отобрав его и получив этот набор в ближайшей к нему розничной точке. То есть это фактически доступ к так называемой бесконечной полке, когда не нужно выбирать, есть это вино в конкретном магазине, нет. И Винлаб как раз строит свою стратегию увеличения вот этих пунктов выдачи. Расширение розничной сети недавно объявили, что они вырастут больше, чем в три раза с 700 до 2500 магазинов. — Замечательно. Спасибо большое за такое интересное общение и надеюсь, что винда индустрия будет процветать и все больше будет настоящих ценителей этого напитка. — Спасибо большое. Процветание Retail.ru! — Спасибо.